Очередная маразматическая новость из сошедшей с ума страны. Государство объявило новое расследование убийства царской семьи, при том указана цель расследования – выяснить, было ли убийство царской семьи ритуальным. Эту глупость озвучил священник некий эпископ Егорьевский Тихон, он же Шевкунов, заявив при этом, цитата, «у нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства». Эта новость достаточно сильно всколыхнула сеть, естественно, потому что все увидели в этом намек на жидомасонский или еврейский заговор, потому что, естественно, на кого могут подумать в России, да и в любой стране на ритуальные убийства, естественно же, не на какие-то африканские племена. Существует расхожее, совершенно идиотское мнение, что именно евреи совершали жертвоприношения, и в данном случае не могли ли и они убить царскую семью для совершения своих жидомасонских ритуалов. Иногда ты думаешь, что у этих людей иссякнет фантазия на выдачу очередного горячечного бреда, но оказывается, нет, фантазия этих людей безгранична, вроде бы успокоили буйно помешанную Поклонскую, угомонили ее с ее отношением к фильму «Матильда», и вот новая волна, подхваченная теперь священнослужителем, для разжигания дальнейшего мракобесия и очередной волны массового помешательства. Я думаю, что, может быть, даже они специально создают такие отдельные поводы для того, чтобы особо ударенные в эту тему имели возможность, так сказать, высказаться. Я не знаю, чем закончится эта история, найдут ли они следы ритуального убийства и причастности евреев к убийству царской семьи, если захотят, конечно, найдут, ну а для здравомыслящих людей, если вам вдруг придется столкнуться с такими царебожниками, я подскажу, какой нужно дать нормальный аргументированный ответ. Начнем отталкиваться от реальных фактов. Да, действительно, одним из основных элементов иудаизма было жертвоприношение. При этом нужно понимать, что жертвоприношение и ритуальное убийство – это разные вещи. Иудаизм, Библия в данном случае Пятикнижья, строго запрещает и осуждает принесение в жертву людей. Вот что говорится об этом в Библии, и мне интересно, что вот господа христиане, которые привыкли прикрываться к Библии, на самом деле внутрь ее никогда не заглядывают и текстов никогда не читают. Хорошо, если это просто миряне, которые привыкли красить яйца на Пасху и больше ничего, здесь, как говорится, и небольшой спрос. Но, извините меня, священнослужитель, он должен был изучать священные тексты. Скорее всего, в этой стране фейковая не только история, фейковые не только президент, но и священнослужители, один за одним фейковые. Сейчас мы подскажем господину Шевкунову, где и в каком месте нужно прочитать про убийство и жертвоприношение людей. Итак, Левит, глава 20, стих 2. «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых, или из пришельцев, живущих между ними, израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его каменями». Библейский язык трудно понимать. Здесь говорится о том, что Молоху – это имеется в виду другому богу и будет жертвоприношение в виде детей своих. Значит, представителей этого рода, например, принесли бы в жертву Молоху. Бог Израиля осуждает это действие и говорит, что если подобное будет совершено среди израильтян или на глазах израильтян, они должны предать смерти этих богохульников. То, что я всегда говорил, евреи, их казнь совершалась побиением камнями, и вот здесь прямым текстом говорится «народ земли да побьет его камнями». Далее, во второзаконии, глава 12, стих 30 и 31 читаем. «Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим». Здесь осуждаются люди, которые сжигают, приносят жертву своих сыновей и дочерей, и говорится, что гнушается этого Господь и ненавидит Он действия сие. Еще в Библии очень много мест, осуждающих человеческие жертвоприношения. Евреи совершали жертвоприношения только животных, специально выращенных животных, ни в коем случае это не должен быть рабочий скот, а это должны были быть специальные ягнята, козлята, животные для приношения жертвы. Совершались жертвоприношения в иудаизме только во времена первого и второго храма. Это очень важная информация. После того, как второй храм был разрушен, никогда больше жертвоприношения еврейский народ не совершал. Более того, дата последнего жертвоприношения в осажденном Иерусалиме римлянами была зафиксирована в Талмуде. Это произошло с 17 Томуза 70 года н.э. Эту же точно дату сообщает историк Иосиф Флавий в своей книге «Война» 6 главе 94 стихе. Итак, дата последнего жертвоприношения израильтян четко зафиксирована. В настоящее время еврейское религиозное сообщество разделено на две части. Реформированная его часть считает, что после восстановления третьего храма жертвы приносить необязательно, так как жертва была заменена молитвой. А ортодоксальная часть евреев считает, что после восстановления третьего храма необходимо восстановить жертвоприношение. Нужно еще сказать, что жертвоприношение в иудаизме совершает специальное колено, колено левитов, или отдельная часть из левитов, который называется коэны. Коэны – самые уважаемые люди среди еврейского народа. Кстати, все фамилии типа Коэн, Каганович, Кохан и прочие – это, скорее всего, представители именно этого колено. Для совершения жертвоприношения нужны специальные инструменты, необходим алтарь, необходим специальный источник для крови. Все должно быть совершено при помощи специальных молитв, и никто другой не имел права забивать животных в храме, только представители левитов. Поэтому все остальные жертвы, как бы они ни совершались, под каким бы именем, кто бы ни рядился под евреев, это все неправда. Евреи, если и совершали свои жертвоприношения, то в исключительно регламентированном порядке с специальными людьми, которые должны еще доказать, что они представители колено левитов. Поэтому никакое ритуальное убийство, тем более убийство человека, нельзя ни в коем случае причислять к иудаизму, и вообще никакое жертвоприношение после разрушения второго храма ни в какой степени нельзя отнести к иудаизму. Так как это одно из очень важных отличий иудаизма, кстати, от христианства. Многие христиане до сих пор не отдают себе отчет, что как раз-таки именно христианство возобновило человеческое жертвоприношение. Потому что Иисус Христос – это ничто иное, как человеческая жертва, принесенная якобы за грехи людей. И постоянное причастие – это кушение тела Иисуса и потребление крови Иисуса – ничто иное, как поддержание этой идеи о человеческом жертвоприношении. Поэтому, если кто и мог совершить человеческое жертвоприношение, то это были исключительно собратья по вере господина Шивкунова. Ну а стремление вообще поднять в какой-либо степени снова антисемитский вопрос, только лишний раз подтверждает, что Россия стройными, уверенными шагами идет в направлении возрождения Третьего Рейха.